Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но святой Георгий тронул дважды пулей нетронутую грудь. Эти строки порождены реальными событиями. Автор, русский поэт Николай Гумилев в 1914 добровольцем ушел на фронт Первой мировой. Акмиист стал кавалеристом. Дорогие друзья, мы с вами находимся в хранилище государственного военно-исторического архива. На нашем столе документы на тему поэт и война. Имя поэта Николай Гумилев. Драгоценные страницы. Но сначала я представлю гостя эксперта нашей программы. Сергей Александрович Харитонов. Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос с такого общего характера. Вот личность Гумилева, ну это Серебряный век. И вдруг война, Первая мировая. Как это соединяется? Вот Серебряный век и война. Или это не соединяется? Мне кажется, вот именно через личность Гумилева это соединяется. Если можно так выразиться, гармонично. Если можно говорить так про войну вообще, как о какой-то гармонии. Потому что за плечами именно Николая Гумилева к тому времени были уже, так сказать, хотя и не военные, но в общем-то приключения. Это был воин, поэт, конкистадор, если хотите. Путешествий. Ну если говорить об африканских сюжетах, связанных, так сказать, с Николаем Степановичем, то многие исследователи обращают внимание на то, что его поездки, возможно, были, так сказать, каким-то своего рода продолжением той деятельности, которую уже начинали офицеры русской армии по исследованию, собственно, Абиссинии, ну и Африки как таковой. А многие говорят о том, что он мог, мог теоретически знакомиться с трудами. Вот поручик Болотович Александр Саверевич, исследователь, ну в том числе, Абиссинии, Ефиопии, да, современной. По оглавлению просто видно, то есть он дает характеристику населению, государственному устройству, устройству вооруженных сил и географии. Такой родой деятельностью занимались там Колчак, Корнилов? Очень многие офицеры, да, и генерального штаба русского, ну часть из них занималась, это, так сказать, уже находясь в отставке, например, или в запасе. Такой конкретный вопрос. Вот Гумилев, известный поэт, очень популярный. Начинается война. Он не офицер, не имеет офицерского чина. И тем не менее, имея, в общем, от армии противопоказания, да, он был признан негодным. То есть все было за то, что он там не оказался, а он оказался. Вот почему он делает такой выбор. Ну, сложно сказать за него. Во-первых, надо понимать, что начало войны вызвало подъем патриотический в обществе, это описано, это известно. У Гумилева, в общем, я так понимаю, это решение пришло довольно, ну, прям, практически сразу с началом войны, как он узнал об этом, да. И он действительно в 1907 году был освобожден совсем, что называется, от военной службы. Тогда, потому что имел астигматизм и легкое косоглазие, как у него там было указано в свидетельстве. Но он, тем не менее, попытался, так сказать, получить все необходимые документы и получил их, поступив охотником, то есть добровольцем на военную службу. Мотив, может быть, вот этот патриотический подъем, может быть, его, ну, жажда приключений, так сказать, каких-то, ну, приключений немножко в кавычках, имеется в виду жажда испытаний, жажда, как вот, и приложения себя, своей воли, так сказать, в каких-то таких тяжелых, непростых обстоятельствах. Помните, это моим читателям, да, я учил их, как быть храбрым и делать, что надо. Ну, давайте, раз зашла речь о стихах, я-то считаю, что вот Николай Степанович написал два, ну, самых сильных стихотворения о Первой мировой войне. То есть для него это, прежде всего, испытание духа. Вот стихотворение «Война». Вот смотрите, ну, кто так вообще может написать? «И воистину светло и свято, Дело величавой войны, Серафимы ясные крылаты, За плечами воинов видны». Потрясающе совершенно. Вот, акмеист, да, акмеист-кавалерист. И вот другое стихотворение «Солнце духа», вот когда я читаю это название, то я сразу вспоминаю Шмелевское, да, «Солнце мертвых». «Расцветает дух, как розы мая, Как огонь он разрывает тьму, Тело ничего не понимая, Слепо повинуется ему». Вот. То есть вот такое отношение к войне. Такая вообще, ну, конечно, величайшая планка. Николай Гумилев начал службу во взводе конной разведки 1-го эскадрона лейбгвардии Уланского Ее Величества полка. Воевал в Восточной Пруссии, в Южной Польше. В перерывах между боями писал записки кавалериста, яркую военную прозу. Фронтовые очерки Гумилева публиковала газета «Биржевые ведомости». Мне кажется, нам нужно попытаться хоть немножко вот разрушить этот стереотип, когда это какая-то бессмысленная, значит, империалистическая. Ну, на мой-то взгляд, просто преданная война, потому что она была забыта. Вот, там, герои не были отмечены никакими памятниками. Это была совершенно другая война. Вот, к этому совершенно не подходит такое известное определение Ленина, да, что защита Отечества есть защита одних эксплуататоров против других. Вот у Гумилева была прямо противоположная точка зрения. И он в этой войне видел смысл. Здесь документы, связанные с поступлением, собственно, на военную службу в 2014 году. Что мы здесь видим? Ну, прежде всего, видим, собственно, известную фотографию, да. Но, как такова, именно эта фотографическая карточка, она заверена, да, то есть, именно для предоставления вот с другими вместе документами по фотографии 2012 года. Интересно, как подшито. Да. Сына статского советника Николая Степановича Гумилева свидетельствую. 28 лет отруту по исследованию его здоровья оказался не имеющим физических недостатков. Это какого года? Да, это 30 июля 2014 года. То есть, вот именно это свидетельство он получил. Подписано, действительно, статский советник, доктором медицины Воскресенский. Да, как свидетельство о том, что он может, что он пригоден за исключением близорукости правого глаза и некоторого косоглазия. Причем, по словам Гумилева, он прекрасный стрелок. Это свидетельство, вот, собственно, из Царскосельской полиции. Да, 31 июля 2014 года доносит ЕС инустатского советника Николаю Степановичу Гумилеву согласно его прошению для предоставления управления Царскосельского уездного воинского начальника. Уездный воинский начальник, собственно, ведал призыв на службу при поступлении войска в том, что он за время проживания в городе Царском селе поведения, образ жизни и нравственных качеств был хороших. Под судом и следствием не состоял и ныне не состоит, ни в чем предосудительном замечен не был. Ну, это запись студента Санкт-Петербургского императорского университета, историко-филологического факультета. Вот список лекций, на которые он записался, и штампик. Ну, и вот тут можно, можно, так сказать, путешествовать по этому списку. История французской революции Кореев. Ну, давайте обратимся к первым моментам его появления на фронте. Он становится кавалеристом. Сначала это он попадает в гвардиуланский, я, величество полк. Гвардейский полк в элиту, так сказать, кавалерии российской. И начинается его боевая служба в Восточной Пруссии. Гумилёву, так сказать, на его долю уже выпали, это очень хорошо видно по запискам кавалериста, выпала такая вот служба кавалеристская именно Первой мировой войны. То есть, когда кавалерия уже не ходит, собственно, в атаку на поле боя в конном строю. Ну да, на пулемёты это, конечно, бессмысленно. Да, вот такая жизнь как бы разведывательная. Разведка, да. Поддержание контакта с противником, то есть при отступлении, при наступлении наоборот. Собственно, за это он и получает свой первый крест. А дальше, да, дальше судьба начинает, так сказать, распоряжаться уже по-другому. Переносимся мы в Польшу, южнее. Вот второй свой Георгий он получает уже за бой 6 июля 1915 года, когда, собственно, они обороняют укреплённую позицию. То есть, эта кавалерия сидит в окопах, по большому счёту, уже. Ну вот сейчас мы, пожалуй, прочтём несколько фрагментов из записок кавалериста. А я просто хочу обратить ваше внимание на то, какие тексты писали в русских газетах. Каждое утро, ещё затемно, мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром. Была глубокая осень, голубое холодное небо, на резко чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер. И мы с синими лицами, с покрасневшими веками, плясали вокруг лошадей и засовывали под сёдла окончаневшие пальцы. Странно. Время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод и молча целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали, рвущиеся поблизости шрапнели, кое-кто рабел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Вот фрагмент одного из фронтовых писем Николая Гумилёва. «В жизни пока у меня три заслуги. Мои стихи, мои путешествия и эта война. Поддерживает только надежда, что приближается лучший день моей жизни, когда гвардейская кавалерия одновременно с лучшими полками Англии и Франции вступит в Берлин. Мечты русского поэта и воина Первой мировой реальностью не стали». Он становится, конечно, свидетелем того, как, во-первых, меняется сама армия. Он попадает в армию, где ещё основной костяк – это профессиональная, императорская. Он попадает, тем более, в элитный полк. Вот. И дальше приходят там эти прапорщики, подпрапорщики вот этого ускоренного выпуска, не умеющие командовать. Ну и, соответственно, там, заражённые всеми теми умственными химерами, которые в русском обществе, значит, гуляли сверху донизу. Вот. То есть, конечно, армия другая. Он напишет своей жене, да, что вот на моих глазах фронт и общество расходятся. Вот даже. То есть, меняется армия, и ещё расходятся армия и общество. Это послужной список Гумилёва Николая Степановича вот в мае 17-го года. Ну, он машинописный, здесь вот, да, собственно, изложена его служба. На тот момент прапорщик 5-го гусарского Александрийского полка, куда он был переведён из лейтгвардии Уланского, Е. Величества, тоже Е. Величества. Шеф у них был один императрица, да, составлен в мае 17-го года. То есть, вот то, что на тот момент у нас, так сказать, в активе был, Николай Степанович сюда попал, ну, видим, уже был награждён орденом Святого Станислава Третьей степени с мечами и бантом, и два солдатских ещё Георгийских креста, заработанных. Ну, это вот описано в записке кавалериста, когда он был ещё нижним чином, да, потому что Станислав Третий – это уже офицерский орден самый, ну, низший, ну, тем не менее, да. Вот мы имеем первый Георгиевский крест. Приказ по полку выглядел так, по строевой части. Ну, здесь какие-то строевые перемещения, там, награждения офицеров. Обычно наградной – это большой список. Здесь один из многих, если поискать. Приказом по гвардейскому кавалерийскому корпусу от 24 декабря сего года, видимо, за номером 30, за отличие в делах против германцев, награждаются. Дальше идёт список, в том числе четвёртой степени, эскадроны «Я величество» унтер-офицера Николая Гумилёва. И второй такой же приказ на Георгиевский крест третьей степени, но здесь уже просто таблица и перечень награждённых, список нижних чинов, награждённых Георгиевскими крестами и медалями за боевые отличия. Это приказ от 25 декабря 1915 года. Матери-офицер Николай Гумилёв, третья степень. Вот последняя запись. «Прибывая в полк, командировано распоряжение начальника штаба Петроградского военного округа для отправления на пополнение офицерского состава особых пехотных бригад, действующих на Солониковском фронте. 22 мая 1917 года. Ну, здесь два креста его, и орден тоже обозначен». Вот мы постепенно, так сказать, подошли к этому роковому 1917 году. Ну, развал армии принял просто катастрофические размеры, совершенно необратимые. И Гумилёв здесь, опять-таки, принимает очень странное решение отправиться в русский экспедиционный корпус, который действует... Ну, как я понимаю, он действовал на двух фронтах, там под Верденом были части. И был такой Солоникский фронт, это там мы помогали Сербии. То есть он пытался вот от этого развала как-то, значит, ну, найти какое-то прибежище? Ну, видимо, да. Двизится февраль 1917-го. Гумилёв, правда, пытается еще сдать экзамены при Николаевском кавалерийском училище, то есть уже на чин, чтобы иметь право на производство чинкорнета. Это осенью 16-го года. Не получается у него... Удивительно, образованнейший человек, воюющий, значит, там не первый год, ефрейтор. Ефрейтор. Он должен был сдать экзамен при училище для того, чтобы получить право на производство в следующий чин. Вот. И здесь, да, здесь его ждала неудача. Это, кстати, тоже довольно странно. Правда, вот известный исследователь Генген Степанов нашел документ о том, что он и не сдавал экзамен. Вот эти два экзамена по фортификации и по конно-саперному делу, он просто не сдавал их. Не провалил, как обычно говорится, а именно не сдавал. Причем написано в деле по уважительной причине. Мы не знаем точно по какой. Возможно, опять попал в лазарет. Возможно, действительно, он ищет какой-то путь, чтобы, так сказать, с одной стороны уйти, а с другой стороны и на фронте. То есть эта жизнь, она такая, вот, может быть, немножко несоответствующая его натуре, окопное вот это сидение, где действительно разлагаются все больше и больше, так сказать, части. Да, он пытается, он получает перевод вот на Солонгский как раз фронт и пытается переместиться туда. Ну, вот он там едет через, в частности, там Лондон, Париж. Вот. Вот. Интересно, что, ну, такие же процессы, такие же, потому что такие же проблемы есть у, там, допустим, французской армии. Там тоже брожение, вот. Но они, но они справились с этим? Да, да, они справились. Вот. Они довольно жестко, конечно, вот, потому что других способов нет. Ну, вы знаете, здесь тоже такой сложный вопрос, потому что основной мотив, который начальники армейские, российские, выдвигали, даже вот в феврале 17-го года, да, когда вот вся эта история с отречением произошла, посылать ли войска в Петроград на подавление, так сказать, выступления. Один из, вот, как я обратил внимание, один из основных мотивов, а у нас нет этих самых верных войск, которые могли бы исполнить это поручение надежных. Вероятно, у французов, ну, вот, получилось лучше. Ну, там же история с Ля-Куртин, к которой, может быть, мы подойдем. Да, 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 нет, ну, вот. Внутри даже особых русских бригад, да, тоже такая же история произошла. Осень 1917-го, Франция. Прапорщик Гумилев – офицер для поручений комиссара Временного правительства России Евгения Раппа, который пытается подавить бунт в военном лагере недалеко от Ла-Куртин. Русские солдаты требуют возвращения на родину, не желая воевать и погибать в чужой стране. Мятеж прекращается после спецоперации русских частей верных Временного правительства и французской жандармении. Дело ведь кончилось плохо, то есть, они были осуждены, участники русского экспедиционного корпуса там попали, по сути дела, на каторжные работы. Ну, напринудительные, так скажем. Да, дело в том, что тут тоже и потери достаточно часто преувеличиваются. У нас вот есть рапорт, собственно, написанный самим Гумилевым, частично. То есть, там не целиком, там черновик его есть, этого документа. Собственно, как бы, это такой способ применялся под давлением, да, выдвигался ультиматум, естественно, окружалось место войсками верными, там, ну, в данном случае, Временному правительству. Здесь еще участвовали и французские в качестве внешнего такого кольца, на всякий случай, что называется, да. Здесь, видите, здесь стоит штамп русского заграничного исторического архива. Это РЗИА, вот та самая коллекция, которая... Да, то есть, это уже... Да, пражский архив. Да, но это вот тот самый план действий, по которому осуществлялось подавление выступления. 4 сентября прибывает батарея и депутация. 5, 6, 7 подготовка отряда. 7 отправление депутации из Абессона в Куртин. Вечером депутация сообщает генералу Беляеву окончательные результаты переговоров 9-го. То есть, они идут, сначала, конечно, проводятся переговоры, уговаривают. То есть, это не сразу вот обрушивается город артиллерийских снарядов, да. Дальше на 9-е переход от Абессона отряда на места, то есть, занятие, собственно, положение, да. 10-го, 10 часов утра, начало ультиматума, то есть, им предъявляется ультиматум, да. Ну, в основном, сдать оружие и изъявить покорность, да. Тесная блокада и прекращение всякого подвоза пищи. В общем, насколько я понимаю, потери, ну, ты как, относительно не очень большие. Там где-то около десятка убитых, ну, и полусотни раненых. Черновики, опять-таки, видимо, или, так сказать, то, что осталось в канцелярии РАПа, написано Гумилёвым, собственно, каких-то исходящих документов. В данном случае командиру 1-й особой артиллерийской бригады, генералу Беляеву, собственно, которому я был поручен операцией. Многоуважаемый Михаил Николаевич, местный государь, многоуважаемый Михаил Николаевич, считаю непременным долгом от лица Временного правительства принести вам искреннюю благодарность за необыкновенную энергию и предусмотрительность, которой вы выполнили возложенную на вас тяжелую задачу. Это от лица РАПа, но считается, что это написал Гумилёв, да, то есть... Ну, здесь, вот, собственно, есть его подпись автор, с подлинным верно, прапорщик Гумилёв. Кстати, пока он находился в Париже после подавления уже восстания в Ля Куртин, предпринимались попытки перевести его в Персию. Там же тоже наши войска находились, ну, вот, Кавказский фронт бывший, да? Предпринимались попытки, но, видимо, из них ничего не вышло, но, да, писались рапорты с просьбами, так сказать, перевести его туда. Ну, а дальше, вот, совершенно удивительный поворот в судьбе Гумилёва. Он, в конце концов, имея все возможности остаться, что называется, на Западе, вот, ну, по крайней мере, в Лондоне, там, не обязательно, в Париже, вот. Ну, его культурный статус, он не подлежал вообще сомнению, то есть имел все возможности остаться, и он возвращается в Россию. Ему, конечно, рассказывают, там, о большевиках, он говорит, что, ну, они не страшнее львов. На которых он охотится, вот, правда, на леопарда, в основном, вот, африканская охота, она же этому посвящена. Ну, да, вот, да, в его, значит, устах это, конечно, имеет еще особый смысл, такая фраза. Ну, для него это было решение гибельное. Как известно. Как мы теперь знаем. Да, что в 21-м году, вот, эти львы, они его сожрут. 3 августа 1921 года Николая Гумилева арестовали, обвинив как участника заговора Петроградской боевой организации «Таганцево». 24 августа он был расстрелян. Поэта-акмеиста и русского офицера реабилитировали только в 1992 году. Вы знаете, ну, земная жизнь, как известно, несовершенная, это банальность, вот, но разные явления в жизни, они бывают оправданы. Вот, мне кажется, что Серебряный век отчасти, отчасти, в котором было много замечательного и много вот гибельного, такого страшного, вот, он оправдан, конечно, судьбой Гумилева, и судьбой на войне, и судьбой после возвращения. Он себя, конечно, очень достойно себя вел. Вот, и, друзья мои, мы, конечно, об этом должны помнить. А на сегодня все, и до новой встречи в архиве, там, где хранится наша история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok